На этот раз видео будет несколько негативного характера. Наш город безусловно красивый, я это уже показывал в других своих видео и в дальнейшем собираюсь дальше показывать. Но хочется остановиться также и на некоторых отрицательных моментах. На нескольких примерах хочу показать некоторую общую картину. Вот например этот тротуар, который совсем недавно сделали, но выполнен явно неправильно, потому что вся грязь, особенно во время дождей или во время таяния снега, попадает на тротуар, по которому невозможно ходить. Может быть тротуар нужно было сделать повыше, да оградить по ребрикам, чтобы машины не могли ездить, чтобы дождевая вода и грязь не могло попадать. Это же самое относится к детской площадке, которая оказалась как будто бы посередине болота. Но ведь например ее тоже можно было оградить, как вот в этом случае. Я конечно не специалист, но разве так надо прокладывать трубы? На Дзержинке, чтобы отвезти ребенка в детский сад, необходимо перейти дорогу. Но пешеходного перехода рядом с детским садом здесь попросту нету. Ближайший пешеходный переход находится у вокзала. И чтобы до него добраться, необходимо просто выходить на проезжую часть. Вот и еще один и вполне удачный пример пешеходного перехода. Из-за этого желтого заборчика и водители не сразу могут заметить пешехода. И пешеходу трудно увидеть подъезжающую машину. Также хочется обратить внимание на состояние фасадов зданий. Некоторые из этих проблем приходится решать каждый год, но все бесполезно. Почти на всех главных улицах фасады зданий облеплены различными рекламами, вывесками и заштукатурены разным цветом, что создает негативное общее впечатление. Например, это же здание когда-то выглядело вот так. Еще одна проблема, на мой взгляд, это неподстрижные вовремя деревья, как во дворах, так и вдоль проезжих частей, например, над тротуарами. Во дворах это приводит к тому, что в квартирах у людей становится значительно темнее, а над тротуарами есть опасение, что во время ветра эти ветки могут сломаться и упасть на людей. Еще одна тема – это бараки. Особенно вдоль главных улиц, например, по Гагарина. В прошлом году, наконец-то, почти все эти бараки снесли. Но почему оставили эти два барака, тем более сгоревшие? Мимо них проходить не очень-то приятно, потому что от них до сих пор пахнет гарью. Коль уж речь зашла о старых зданиях, вот еще несколько примеров. Почти каждый, наверное, в Волхове думал, почему бы с этим зданием не сделать вот так. Некоторые взрослые стали жаловаться, что дети стало мало времени проводить на улице. Ну вот, например, мой бывший двор, где я провел все детство. Но где здесь теперь гулять? Повсюду стоят машины, а там, где их нет, повсюду грязь, изрытая колесами этих же автомобилей. Если продолжить тему транспорта, то и автобусы в нашем городе оставляют желать лучшего. Наши автобусы, скорее, похожи на сарайки. Не все, конечно, есть несколько новых автобусов, но некоторые из них уже давно было бы пора списать. К сожалению, в первом Волхове нет ни одной велодорожки, на которой можно было бы покататься. Нет ни одного фонтана. Да и во втором-то Волхове остался единственный работающий фонтан. Вот, например, фонтан в Киришев. Еще в левобережье нет никакой набережной. А единственный во всем городе парк аттракционов в данный момент выглядит в запустении. Конечно, тут поставили парочку новых детских, но взрослым там получается делать нечего. И все же я настроен оптимистически и надеюсь, что через некоторое время почти все, что я здесь показал, будет устранено в той или иной степени. До скорых встреч в будущих, уже более позитивных видео. Субтитры создавал DimaTorzok